Я вас приветствую на своем канале Ирина Цветы. Сегодня у нас 21 июня и хочу показать свой сад. Скажите, что всего три дня прошло, но кто внимательно смотрит мои видео, тот заметит перемены в этой стороне сада. Вот так вот осмотрится вот эта сторона сада. Поглядите, пожалуйста, внимательно и увидите, что поменялось здесь. Вот так, я думаю, что здесь осмотрится еще лучше. Я приобрела некоторые растения. Говорить, конечно, не буду. Кто внимательно смотрит мои видео, мои подписчики и друзья, тот сразу обратит внимание, что у меня в этой части сада поменялось. Вот так вот. Я не знаю, как и о чём говорить. Я сильно не умею объясняться, как другие девочки. Здесь мы приготовили нашу яму, пруд под воду, должны воду привезти. У нас сегодня был, даже два раза был дождичек. Первый раз был ливень, ветер такой сильный был. Я думала, снесёт здесь всё. Нет, пришло всё на месте. Но пионы, конечно, все растрясло. Все цветочки, считай, опали. Вот в этом углу у меня скоро зацветёт спирея. Вот такая спирея. Но она ещё до конца не открылась. Одна спирея отцвела, и сейчас другая спирея начинает зацветать. Скоро остильбы зацветут. Флопс растопыренный уже отцветает. Начинает набирать рост хосты. Ой, кусаются как. На газоне начинает расти, цвести лучок. Вот такой лучок. Скоро начнут цвести другие пионы. Ой, заедают. Девичий виноград всё пышнее и пышнее становится. Вот здесь вот у меня новые калиброшки. Здесь вот оранжевые калибрахуа. И петуни. Вот такие петуни. Здесь у меня герань почвопокрывная, карликовая такая. Ой. Вот так смотрится мой сад. Комары надо мной аж прям роем летают. Съедает по едам. Здесь у меня петушечка цветёт. Сегодня её, конечно, сильно подзербанило ветром. Вообще думала, что от неё рожки до ножки останутся. Но нет. Натиск ветра ураганова они выдержали. Вот земелька у нас маленькая. Стала мокренькая земелька. Здесь у меня вот такая петуния. Но её, конечно, потрепала сегодня. Хорошо прям потрепала. Здесь у меня цветёт гипсофила. Как бы её показать-то получше. Мне нравится мшанка. Она так красиво застилает землю. Очень красиво. И мне нравится она. Здесь у меня петуния лайм. Ой, кусаются, заразы. Вот мшанка. Бордюрчиком идёт она. Здесь тоже бордюрчиком идёт. Очень красиво смотрится. Мне она нравится. Буду стараться, чтобы вот этот бордюрчик был. Съедает по едам все. Комары и мошки. Кто заметит разницу, напишите мне, пожалуйста, в комментарии. Ой, извиняюсь. Заметили вы разницу или нет? И гномик сейчас сидит на своём почётном месте уже совсем по-другому. Здесь у меня, я говорила, сетку натянули, чтобы клематисы тянулись. И здесь у меня клематисов три сорта. Ну, третий сорт совсем махонький-махонький он. Что-то плохо совсем сходит он. Хотя он должен быть очень высоким. И большие-большие такие голубые цветы у него. Вот так мне мой сад больше нравится. Здесь я уже больше менять буду стараться. Ничего не буду менять. Мне так нравится. Как хотела, так я и сделала. Игра цветов и красок. И никаких не надо сильно цветущих растений сюда. Здесь играют краски листьев. Мне очень нравится вот это. Вот так вот осматриваются. Кому понравится, пишите. Понравилось вам? Увидели вы изменения? Ну, я думаю, что изменения прям сильно видно их. Очень сильно. Такие яркие пятна. Ты смотри, что застилают глаза. Прям выбивают, Машка. Там вот карликовая кедрушечка у меня. Мне привезли. Здесь под горшочком у меня спрятана спиралевидная туечка-череночек. Потому что она горит сильно. Она будет вот такая. Вот она. Туечка. Это еще более-менее терпит. А детки совсем не хотят терпеть. Горят сильно. Ой, что творится? Вот так вот смотрится у меня. Главная моя... Как назвать-то ее? Главное парадное место. Ну, перед домом. У нас даже... Мы утром приготовили. Думали, что приедет пожарка. Но пожарка не приехала сегодня. Сказали, что потом. Даже вот дождь шел. Маленько водички нам накопилось. Ну, поливать, конечно, под кустик можно полить там. Что-нибудь. Те же питуньки в горшочке. Почерпать. Водички маленько. Ну, вот так вот. Флокс шиловидный уже отцвел, считай. Растопыренный тоже отцветает флокс. Скоро на замену придут другие растения. Скоро зацветут дельфиниумы, остильбы. Начинают стрелки выпускать лилейники. Ирисы будут еще цвести. Скоро зацветет голубой ирис. Бородатый. Вот стрелочки у него. А здесь будет фиолетовый с пятнами. С таким шикарным. Вот ирисик. Он уже потрепанный. Сильно его потрепало сегодня. Дождем. Вот дельфиниумы начинают. Бутончики свои открывать. Розочки. Бутончики. Дельфиниумы скоро зацветет. Будет шикарно смотреться. Дельфиниумы это тоже очень красивые растения. Но опять в этом году не все они от засухи будут высокими. Их наверное как-то омолаживать надо. Или что мы их меняли местами. Вот ирисик. Такой у нас красавица. Что там? Вот ирисик. Вот он красавец. Не знаю как его показать. А я не знаю даже. Я похоже потеряла растение ирис персиковый. Вот дельфинчик уже распускается. Ой заедает. Вот. А здесь я даже не знаю какие они. Наверное шоколадные будут эти ирисы. Еще не распустились. Здесь вот розочка. Надо полоть. Все надо полоть. Ничего не успеваю. Вот скоро остиль зацветет. Дельфиниумы. Вот ирисик. Не знаю что это за ирис. Я еще первый год он у меня будет свести. Не знаю что это за ирис. Мне какой-то давали ирис. Кукушкины слезки что ли как-то. Не знаю. Я даже уже не знаю где он. Скорее всего вот этот и есть он. Кукушкины слезки. Здесь вот это новые лилейники с прошлого года. Еще вот этот сейчас покажу вам. Я его показывала. Но сейчас вот он не дает краски. Он такого нежно-лимонного цвета. Такой шикарный. Очень красивый ирис. Чисто лимонного цвета. Вот так смотрите у меня здесь. Газон мы не косили. Некогда пока косить. Не до газона еще. Вот так вот смотрится. Скоро зацветут. Начнут цвести розочки. Вот это у меня самая первая роза должна цвести. Это роза розовая. Кусаются сильно. Розовые шапки я тогда говорила. Большие. Не знаю как в этом году они будут. Но вообще шапки всегда у нее большие. И очень нежный аромат. Запах такой стоит. Обалденный. Здесь скоро зацветет бакара. Вот. Жду не дождуйся. Когда зацветут. Лиленьки. Розы. А здесь и... Ой.